За месяц в Херсоне украинские специалисты планируют восстановить электроснабжение. Российские оккупанты уничтожили в областном центре всю энергетическую систему. В город уже приехали экстренные службы, а люди продолжают праздновать освобождение от российских оккупантов. В освобожденном Херсоне пока не хватает лекарств, продуктов питания, но гуманитарные грузы уже въезжают в город, сообщают местные власти. В Херсоне находится около 80 тысяч человек. О гуманитарной катастрофе. Она действительно тяжелая, потому что оккупанты и коллаборанты сделали все возможное, чтобы те люди, которые остались в городе, максимально тяжело переживали эти дни ожидания, недели ожидания, месяцы. И сейчас критически не хватает прежде всего воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе. Роман Головня, советник городского головы Херсона. В эфире общенационального телемарафона. Украинская армия почти полностью, кроме Кинбургской косы, освободила Николаевскую область, сообщал ранее начальник областной военной администрации Виталий Ким. У жителей области проблемы с водоснабжением, но, по словам Кима, водопровод уже под контролем ВСУ. Впереди разминирование. Городской голова Николаева после российской атаки 11 ноября, которая уничтожила пять этажей жилого дома и забрала жизнь семерых человек, заявил, что чем больше у России поражений, тем сильнее становится террор. Я не думаю, что для Николаева ситуация резко изменится с выводом российских войск на левый берег Днепра, потому что мы по-прежнему остаемся в зоне действия их ракетных комплексов, например, С-300, которые нас обстреливают последние полгода. 9 тысяч домов подключили к электроэнергии на освобожденных территориях Харьковской области. И у тысячи абонентов уже есть газ, сообщает Харьковская областная военная администрация. Все работы продолжаются. На освобожденных от российских оккупантов территориях возобновляют движение поездов, ремонтируют коммуникации, реконструируют гражданскую и критическую инфраструктуру. Площадь освобожденной территории южной части Украины возросла на более чем 3 тысячи квадратных километров, сообщила руководитель пресс-центра сил обороны ЮГ Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. В ИСУ ни на одном из направлений не оставляют российской армии шансов вернуться на прежние позиции. Сейчас мы с вами на севере Харьковской области, в одном из населенных пунктов. Выполняет задание по прикрытию наших подразделений от ударов авиации противника. В этом районе они очень часто появляются. Наша задача – сбить их. Пока украинцы отстраивают свои дома, налаживают привычную жизнь, в ИСУ де оккупируют все больше населенных пунктов, на освобожденные территории возвращаются даже животные. Символическим стартом возрождения известного Харьковского экопарка стало новое питомство буйволов. Во время оккупации российской армии здесь погибло около 300 разных животных. Российские солдаты застрелили пятерых сотрудников. Во время обстрела погиб еще один подросток, который помогал эвакуировать животных. В память о геройстве сотрудников уже готовят монументы, рассказал основатель экопарка. Буквально рискуя своей жизнью, ползком, можете себе представить, такую территорию проползли ползком. Женщина и пожилые люди заползали в клетки. Эти ребята, которые были в туалете, которых мы нашли, у них в руках было два ведра. У каждого одного была морковка, а у другого было там два или три килограмма собачьего корма. Такие вот они были вооружены, что их надо было убить. Полная реконструкция продолжается и в Киевской области. Вместе с тем готовы и к обороне, наращивая обеспечение войск, заявил глава военной администрации Алексей Кулеба. Границу укрепляют и на севере Волыни. Уже три километра железобетонной стены с проволокой, рвом и насыпью отделяют Украину от Беларуси, которая до сих пор позволяет России пользоваться своей территорией для атак. Как сообщает в офисе президента, такое ограждение на украинско-белорусской границе протянется на 217 километров. Юлия Безбородько для телеканала Freedom.